Очередная встреча в ДДТ в рамках проекта «Читаем вслух» оказалась весьма необычной. Вместо привычных старшеклассников места в зале заняли учителя литературы, математики и географии. Для них организаторы подготовили особенные произведения – тезис нашего двора Александра Каневского и, кавычки, Александра Цыпкина. Вот эта тема жизни в Советском Союзе и эмиграции – еврея и нееврея. Любовь между близкими людьми разных возрастов – бабушки, внуки, родители, дети. И очень пронзительный язык, очень точное попадание в образы, что у одного, что у другого. Учителя с удовольствием принимают участие в чтениях. В отличие от своих подопечных, педагоги вкладывают в речь эмоции, опыты, знания. Получается познавательно и красиво. Школьников на подобные встречи не приглашают. И на то есть свои причины. Мы детей со взрослыми только один раз собирали, когда папы с сыновьями читали посвящение мамам. Это был наш первый и пока единственный опыт в сочетании разных возрастов. А здесь разные категории. Дети читают детям, а педагоги друг другу. Но мы же это все снимаем, выкладываем в интернет, и дети могут посмотреть в любой момент. Проект «Читаем слух» существует в здоровье не первый год. Дважды в месяц в стенах ДДТ школьники и их преподаватели показывают свое мастерство чтения, знакомятся с новыми писателями или открывают для себя неизвестные произведения уже полюбившихся авторов. Ближайшая встреча пройдет уже в 20-х числах марта. Читать собравшиеся будут Владимир Маяковского. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.